Российское швейное производство выходит на новый уровень. Покупательский спрос показал, что необходимость есть, а санкционные условия, что появилась возможность открывать магазины розничной торговли. В Хабаровске тоже нашлись первые ласточки. Порадовалась за местного производителя и наша Мариана Гейт. У нас в Хабаровском крае 150 предприятий легкой промышленности. Но мы сегодня будем говорить про то, что сделано в Хабаровске. И это предприятие поднимается на новую ступень развития. Швейная фабрика «АИР» – один из крупных текстильных производителей нашего города. 18 лет назад все начиналось с одной швейной машинки. А сейчас в коллективе более сотни конструкторов, дизайнеров и швей. С сегодняшнего дня в штате Прибавления с открытием первого розничного магазина предприятие набрало и продавцов. Мы отшиваем женскую, мужскую, детскую одежду. Также отшиваем различные спецодежды по контрактам, по заказам. Общее производство сейчас занимает 1600 квадратных метров. Из них 1200 – это в городе Биробиджане и 400 – в Хабаровске. Также есть складские помещения, где хранятся ткани. Если говорить об объемах производства, то подсчитано, что ежедневно одна швея «АИРа». Всего их здесь более 50. Используют 20 километров ниток. А значит, за месяц работы, если все суммировать, можно захлестом обернуть ими нашу планету по экватору. Сделан шаг навстречу нашим покупателям, и предприятие открыло этот магазин. И у них в планах открыть не один. И в северном, и в южном. Я думаю, именно то направление, в котором нужно двигаться всем нашим производителям. Школьная форма, постельное белье, полотенце – все это сделано в Хабаровске. В производстве использовано 95% российского сырья. Найти такую базовую футболку – это же целая проблема. А ведь это вообще и в пир, и в мир. Понимаете? У нас во всех подках представлены белые, черные. Различные, абсолютно любой цвет мы можем подобрать. Кроме развития розничной сети, в планах предприятия открыть также цех с современным высокотехнологичным оборудованием. В потоке производственного процесса есть и очень творческие мечты. У нас в Хабаровске есть музей мир говорящих машин, например. Я хочу создать еще музей. Музей швейного дела. В ближайшее время будет представлена швейная машина 1875 года в витринах нашего магазина «Зингер». Так что… и причем работающая. Это очень круто. Последний раз я видела, что такое только в Санкт-Петербурге. Вот. Вот я вот… это мне тоже мечта. Мариана Гейт, Николай Трохин. Смотри Хабаровск.